Путешествовать по России с комфортом в зимнее время года можно и нужно. Аэропорт имени Карамзина готов к любым погодным условиям. Сотрудники уже перенастроили работу с учетом холодов. Теперь рядом с обслуживающей техникой на взлетной полосе стоит машина для обработки лайнеров от обледенения. В полной боевой готовности спецмашина для слива и заправки воды. В зимний период времени такой установкой пользуются чаще, чтобы вода не превратилась в лед. Для маломобильных граждан работает амбулифт. Подготовлены противогололедные реагенты, создан необходимый резерв противообледенительной жидкости. Конечно, мы полностью готовы к работе в осенне-зимнем периоде. Вся техника подготовлена, весь персонал прошел дополнительную подготовку. Мы полностью готовы к любым погодным условиям. Вздохнуть горный воздух и спить из целебных источников и прогуляться по любимым местам Лермонтова. Также стало быстрее и проще. В аэропорту запустили новое направление Ульяновской минеральной воды. Всего три часа в пути и красоты кавказских гор видны воочию. Пассажиры, только что сошедшие с рейса, признаются, что это удобно и комфортно. Здравствуйте! Расскажите, как полет? Отличный полет, все супер. Долетели классно. А удобно теперь вот этим рейсом тревым пользоваться? Очень удобно, да. Я сам со Ставрополя. Конечно, удобно. Три часа и на месте. Отлично, отлично. Расскажите, пожалуйста, где были, как добрались? В минеральных водах, в Весентуках. Отлично добрались. Прекрасный состав. Там все очень понравилось. Замечательно, потому что мы родом с Кавказа. И теперь у нас будет большая вероятность того, что мы там будем почаще туда приезжать. Потому что поезд 38 часов – это тяжело. А самолет замечательно. За 10 месяцев 2022 года аэропорт перевез 443 765 пассажиров. Традиционно самыми популярными авианаправлениями остаются Москва и Санкт-Петербург.